Продолжение следует... 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 Сочетали Сибирь Катюанова, для новодули в жизни сей. И свидетелями мира пригласили всех друзей. Предоставлено свободно поздравлять, давить, желать. Это Господу угодно, здесь и мы хотим сказать. Первым домом, дорогие, Христу, я Христу во всем. Он украсит жизнь зиму. Счастье ваше только в доме. Постарайтесь, Слово Божие, каждый день вдвоем читать. Часы утренние тоже на молитву посвящать. Жизнь тихую, святую, так не трудно проводить. И тогда читут такую, церковь будет в саду. Чтобы завтра не прокралась, ну, а на что вам жить? То для вас и пожелалось подарить это ведро. Что ведре вы разберете. Для начала хватит вам. И из-за этого поймете, у него не надо вам. В нем Виктор для Иоанны будут воду приносить. А Иоанна для Виктора вкусный суп будет варить. Здесь есть листья, яички, сахар, суп горлоковый. Компот. Да, компота нет? Там фасоль, на дне кулечки, лук, чеснок, лавровый лист, сало, 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 масло в пузыречке, да и соль, чтобы солить. Есть макок, картофель, ледька, газоварки, даже чай, дрожжи, соду, сало, сало, сало применять. Что не вписано, найдете, разберете, что куда. Вот немного отдохнете и готовьтесь для труда. Вот вам это ведро, подавляющее. Виктор, подходит сюда. Спасибо, что спасло. Я находилась за водой. ПЕСНЯ 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 Ученики расскажут вам сценку, которая называется «Семь важнейших я». То есть слово «семья» состоит из, если мы разделим «семь» и «я». Вот мы расскажем вам, какие важнейшие «я» должны присутствовать в вашей семье. Христианская семья – это семь важнейших «я». С ними надо подружиться, чтобы с Богом жить прожить. В этот брачный час, друзья, приглашаем мы «семь я». Я всем известная любовь, не будь меня и не было б семьи. Я проникаю в душу, в тело, в кровь. Я все во всем, и нет вас без любви. Вы без меня звенящие лишь медь, символ звучащий, звук пустой, обман. Я призываю вас любить сильней. Приедете ко Христу, я буду там. Я вас наполню дивной красотой, я закреплю ваш созданный союз. Я буду вашей жизнью и душой, я сохраню взаимность ваших чувств. А я терпением зову, пренебрежение я многими сегодня. Но, Господин мой, любящий Иисус, и я живу по воле лишь Господней. В семье я людям так нужна. Я средство бедно от злобы и скандала. Потерпит муж, потерпит и жена, и от погибели уже не раз спасала. Терпением лишь души спасены. И Бог терпеть давно всех призывает. А главное сокровище семьи, где есть терпение, там мудрость пребывает. Я честность, сторож веры и любви. Я честность призываю всех к себе. Я зеркало и молодость души. Я силы хранитель в жизненной борьбе. Без честности доверчивый и простой. Не будет мира ни в одной семье. Поли честны друг другом муж с женой. Так значит, будем виноват в любви. Муж и жена, я ваша навсегда. Слюбляю ваш союз своей рукой. Не думайте, что я невелика. Сам Бог послал меня в вашу любви вскоре. Я воздержанник, но не хочу молчать. На этом празднике послушайте меня. Воздерживайтесь от мирского зла. Святой ботность и терпение хранят. Семья молчание ценится тогда, Когда один споткнулся и упал. Другой не заругался, промолчал. Смолителю, если Богом подпихал. Не надо вздох срывать и убегать. Ведь вы одно, отныне и набег. И помогать друг другу, поучать, Чтоб ни один не запознёсся человек. Я высоко себя не ставлю, Ведь я смирение, друзья. Я горжу ее всем сухвалом, Терстицей вечного бытия. Смирение нужного в час мира, В час душующих спастей, В час торжественного пива И воспитания детей. Смирение не позор пред Богу, Хотя пред миром так смешно. Ведет Господь свои дороги Денису Миренову, тесно. Пусть в вашем христианской жизни Он будет прихотеть всегда. Смиритесь, следуйте к отчизне, Да будет крепкая семья. Когда Адам и Ева согрешили, Бог положил один закон, Что на земле плоды они растили, Чтобы добывали вверх трудом. Я трудолюбие пришлось сегодня к вам, Вы без меня не сможете прожить. Трудитесь, чтоб питать себя, И чтоб другим могли вы их уделять. Сам Бог с великой радостью Глядит на души добрые, Живущие в труде. В семье такой ребенок Будет сыт, одет, обут, И гость доволен будет, И места нет нужде. Трудитесь и на небе Божьей, Вы приношайте тот талант, Что Бог вам дал. Чтоб душа имела все в себе. Надо ей для жизни во Христе. А я последняя осталась, Я ликование, я радость, Когда меня в жилища нет, То меркнет даже солнце сверху. Я к вам пришла, чтобы просить Принять меня в свою семью, Я радость вечная, И жить я буду здесь, И там, в районе. Я радость, данная Христом, Что на кресте за вас страдал, Меня послал Он в каждую дом, Что горе гнет не угнетал. Не будьте каждый час и миг, Не о земном, а о небесном, И ждите все, придет Жених Христос, Чтоб взять с собой свою невесту. Вы выслушали нас сейчас, Режайте здесь, И в этот час своей новой семьей, Возьмете ли вы нас с тобой, Скажите вместе нам тогда, Берете нас? Конечно, да. Вместе город. Конечно, да. Аллилуйя. Чудный и прекрасный летний день Вам Господь подарил Навсегда пути ваши сердца Любовью соединил. Сердечно мы желаем вам, друзья, Радости и добра. Пусть всюду закрывают вас пути Горячей лучшей любви. Пусть не строят радости никогда Тучи тьмы и греха. Ясно и светло вашей жизни Пусть в свете солнышка любви. Сердечно мы желаем вам, друзья, Радости и добра. Пусть всюду закрывают вас пути Горячей лучшей любви. И еще желаем мы вам, друзья, Каждый день, вновь и вновь. Пусть пребудут в жизни всегда у вас Надежда, вера и любовь. Сердечно мы желаем вам, друзья, Радости и добра. Пусть всюду закрывают вас пути Горячей лучшей любви. Чудный, прекрасный, брачный день Вам Господь подарил. Навсегда пути ваши и сердца Любовью заединил. Сердечно мы желаем вам, друзья, Радости и добра. Пусть всюду закрывают вас пути Горячей лучшей любви. Сценка называется «Лужа». Дождь прошел, сияет солнце, Все ликует и поет. Вдоль по улице широкой Пара юная идет. Рассуждают, как прекрасно будут жить Они вдвоем. Он жених, она невеста, Радость бьет у них ключом. Чувство будущего мужа, Как фиалки на лугу. Впереди большая лужа. Ой, я прыгнуть не смогу. Но любовь преград не знает Ни в деревне, ни в лесу. Не смущайся, дорогая, Я тебе перенесу. И недолго рассуждая, Он невесту перенес И на землю опуская, Он с волнений произнес. Надеюсь, самую главную спинку Лежать прямо, чтобы у этого перенесли. Ну, ладно. Где бы ни были, родная, Я тебя буду любить. Каждый день буду Тебя на руках своих носить. Дни за днями пробегаю Незаметной чередой. Вот по улице шагает Та же пара, муж с женой. Так же ласково кивают им Деревья на пути, Так же солнышко сияет, Та же лужа впереди. И недолго рассуждая, Прыгнул муж, Стоит жена. Ну чего ж стоишь, родная, Прыгай сама. И умолкло, и чепенье, И померкнул солнца свет От такого изумления. Так бывает или нет? Дал бы Бог, Чтоб в жизни вашей До конца травы земной Вы могли носить друг друга На руках любви святой. А-а-а-а-а-а-а! Ваши друзья вас все поздравляют с радостным днём. Счастья желаю, в горе одно. Счастья желаю, в горе одно. Божье слово не закрывайте, в днём ваша жизнь. Не забывайте, в днём ваша жизнь. Вместе считайте, глубже вникайте, как нужно жить. Глубже вникайте, как нужно жить. Не унывайте, но уповайте, лишь на Него. Всей вашей жизнью славьте Его. Всей вашей жизнью славьте Его. Счастье и радость да не оставят вас никогда. Жизнь в Боге будет светлой всегда. Жизнь в Боге будет светлой всегда. Пусть брак благословится Богом. И пусть счета не забывает, что жить между собою плохо, Господне слово запрещает. И если вы, друзья, хотите иметь и после брака радость, то не господствуйте, служите. Иначе брак вам будет тягость. Когда в семейной жизни чаша порой будет горьковата, то знайте, это доля ваша. Кривиться и роптать не надо. Смотрите, чтобы тьмой порочной обеты ваши не затмились, Чтоб ваше «да» осталось прочным, и в нет оно не превратилось. На путь семейной жизни встав, приняв союз любви сердечной, Глубокая вера во Христа, за Ним идите к жизни вечной. Глубокая вера во Христа Глубокая вера во Христа Глубокая вера во Христа Много радости, горя и слез. Тот, кто лучшего другом встретит, Тот познает, как любит Христос. Христос, приди на этом бро, Пусть в этом доме будет так, Когда ревью приходи И молодым благослови. Будьте просты и нежны, как дети, Доверяйте Иисусу в мольбе. Не впадайте в беспечности сети, И тогда вознесет вас к земле. Христос, приди на этом бро, Пусть в этом доме будет так, Когда ревью приходи И молодым благослови. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот семья Коли уехала в Индию, чтобы заработать денег. За это время Коля вырос, стал широкоплечием, красивым юношем. Его семья уже собралась возвращаться в Россию, Как вдруг эпидемия холеры сразила обоих родителей, И Коля остался круглым сиротой. У него было большое богатство, но оно не радовало его. И тогда он вспомнил, что родители хотели женить его на одной девочке из России. И он решил ее отыскать. Между молодыми людьми завязалась переписка. Через некоторое время они обменялись фотографиями, И Коля сделал ранее предложение. Получив положительный ответ, он решил немедленно ехать в Россию. С огромной радостью он вернулся в родную страну, где его ждала любимая девушка. За эти годы Таня стала красивой и очень гордилась своей красотой. У нее была сестра, менее красивая на внешность, но с прекрасной душой. Сестры часто садились у окна и рассуждали над собой. Так было и в этот памятный день. Они сидели и разговаривали. Таня, ты действительно идешь? А ты думаешь, нет? И ты написал, что отправил всех. Так рассуждали сестры, глядя куда-то так далее, Как вдруг их размышление прервал незавний стук в дверь. Таня быстро встала распахнула ее. Широко распахнутую дверь вошел юноша и радостно протянул его перед руки. Таня стояла перед ним широко открытыми глазами, а потом закричала, Вы обманули меня! Обманули! Обманули! Позрождите меня ходить, я все объясню. Но Таня не послушала его. Он остался стоять в прихожей, Миклина обвел глазами комнату, потом подошел к двери, за которой скрылись сестры. И вот, что он услышал. Таня, почему ты не захотел поприветствоваться с ним? Лена, ты надбанули! Ничего не написал! Но ты ведь помнишь его письма. Какая у него была душа? Что мне делать до его души? Не стыдно будет с ним показаться на улице. Без него на спине огромный горд! Наступила тишина, которую нарушила Лена. Не хочешь выйти за него замуж? Что тебе надо? Что ты пристала ко мне? Вот ты бы на моем месте пошла бы за него замуж. Лена с минутой помолчала, а потом ответила. Да, пошла бы. Да, с твоей душой ты, пожалуй, за любого пошла бы. А что говорить про тебя? Ты ведь ни в чем не разбираешься. Коля хотел уже уйти. Как дверь, за которой скрылись сестры, отворилась. Коля ожидал, что выйдет Таня. Но вышла Лена. На лице ее не было ни печали, ни уныния. Коля стояла, рассуждала, взвешивая. Решая, куда важный вопрос. Коля, проходите, раздевайтесь. Будете как дома? Нет, я не разъеду до тех пор, пока не решу для меня важного вопроса. Вы же знаете, что я приехал и ждал, чтобы жениться. В это время из комнаты вышла Таня. На лице ее была улыбка, в которой проглядывал Лена. Коля сразу заметил это. И не стал обращаться к Тане, а обратился к Лене. А готовы ли вы с тобой жениться? Да. Веждая девушка растерялась, не зная, что ответить. Но тут она вспомнила все, что у него, все, что у него никого нет, что он одинок. И лишь сказала. Да, согласен. А Таня с улыбкой, как братья. И в то же время, что выслыхал Лена, сказала. Только такого для ниха и можно выписать в санитете. Ну вот теперь я и разденусь. Весело сказал Коля, он стал раздеваться. И в это же время рассказывал. Мы в Инде очень сильно разбогатели. И все это богатство нужно было перевезти через границу. Но как это сделать, я не знал. Только благодаря мудрому совету окружающих я перевез все свое богатство. В это время он снял плащ, горб стал еще ужаснее. На него страшно было смотреть. Рукава пиджака стягивали ужасным горбом. Ну и фигурка. Мне посоветовали все перевезти за спиной. Таня широко открыла глаза. В это время он снял пиджак. И это заполучный носок. И перед ними снял красивый, шелкопсичий юноша. Который мог бы сделать за честь любой девушке. Вы обманули меня, обманули. Нет, я вас не обманывал. Я же вам говорил, чтобы вы подождали. Я бы вам все рассказал. Я вот прямо с дороги забыл съять безвуполучный мешок. Но Таня не желала больше слушать. Они все знают. Они все знают. Тогда Коля, глядя на мешок сказал. Здесь очень много драгоценностей. И нам хватит на всю жизнь. Но они для меня драгоценны и потому, что помогли выбрать невесту. Дорогой слушатель, как часто мы судим от человека по внешности. Обращаем внимание на фигуру, одежду, лицо. Но забываем, что самое главное в человеке красота души. А красиво ее может сделать только Христос. Любовь Христа сделает человека духовно богатым. Сам Христос неистекаемый источник любви. И при решении важных вопросов на первом месте должен стоять заветник Христос. Будем просить у Господа силы, чтобы нам не споткнуться через гор наших грехов и сомнений, из-за которых он не видит нашего Спасителя. Он есть жених своей невесты Церкви, которая будет восхищена для вечной славы. Будем верны Христу. Селандрица Не скрою тайны сердца, Ему все расскажу, Прекрасная сегодня Суламита. Одежда грагоценной, покрыть тебя одеть, Как дикая маслина дырмита. На голову возложен из-за благоринец, Ты названа невестой Суламита. В скорбях и испытаниях переплавлена была, И по невозрождении омыта. Блаженство заслужила ты, прекрасная жена, Жених и ленью навстречу Суламита. Одежда драгоценной, покрыл тебя одеть, Как дикая маслина дырмита. На голову возложен из-за благоринец, Ты названа невестой Суламита. Вот руки протянул он, чтобы принять и тебя, К себе, что его кровью омыта. Сияет и воли, как восходящая звезда, Сальбудь звездою вечной Суламита. Прекрасная невеста в пароводе стоишь, Печаль твоя и скорбь дома забыта. Зарёй на небосводе, как столб огненный горит, Ты, церковь Иисуса Суламита. Одежда драгоценной, покрыл тебя одеть, Как дикая маслина дырмита. На голову возложен из-за благоринец, Ты названа невестой Суламита. С днём свадьбы мы вас поздравляем, Успехов, счастья вам желаем. Живите на славу, любите друг друга, И с этого дня вы супруг и супруга. Всё в жизни делите, друзья, пополам, И труд, и тревоги, что встретятся вам. Пусть ваша жизнь течёт рекой, В пути не знающих преград, И пусть над вашей головой Лишь три созвездия горят. Одно созвездие любви, Другое верности и счастья, А третье просто доброты. Пусть над семьёй они искрятся, Чтобы исполнились мечты. Пусть над семьёй они искрятся, Чтобы исполнились мечты. Пусть тебе, а ты ему жена, И смешно сделаю друг друга на веру. Любите всю жизнь, любите всегда. Любовь, счастье, царая на планете, Она однажды Богом нам дана. И что бы ни случилось, друг на свете, Любите всю жизнь, любите всегда. Все встретите вы в жизни, дорогие, К ней ясности и вопросов жизнь плавна. Но что бы ни случилось, друг на свете, Любите всю жизнь, любите всегда. Любовь, счастье, царая на планете, Она однажды Богом нам дана. И что бы ни случилось, друг на свете, Любите всю жизнь, любите всегда. Вас Бог соединил своей рукою, И в небо зачитала навсегда. И оба вы теперь одной любовью, Любите всю жизнь, любите всегда. Любовь, счастье, царая на планете, Любовь, счастье, царая на планете, Она однажды Богом нам дана. И что бы ни случилось, друг на свете, Любите всю жизнь, любите всегда. Любит всю жизнь, любите всегда. Любит всю жизнь, любите всегда. Любит всю жизнь, любите всего. Любит всю жизнь, любила себе. Любит всю жизнь, любите себя. Боже relax, любите съемкуру. Когда мы сосы не красив, мыoonsostями жду. О, телеграммки. Что еще тут? Перемесли. Перемесли. О, я сколько много телеграммов. Письма. За границей письма. Так, время сколько? О, нет, еще рано. Сейчас Вальке позвоню, расскажу. Телеграмм мы пришли. Один, два, три, четыре, пять. Нет, по-моему, у меня у Вальки другой телефон. Нет, сейчас я посмотрю. Может, пять, четыре, три, два, один. Нет, спутала, все спутал. Сейчас подблюжу Вальку номер. Валька старостиха. Валька Соломонова. А, Валька Устинника. Чуть-чуть ошибок. Два, три, четыре, пять, шесть. Не слышу, глухая. Пошла, купила аппарат какой-то. Сказала, езжай в Ненецю. Нет, пошла, мама купила аппарат. А мой какой-то, особенно, когда я еще позвоню. Возьмёт, да снимет наружу, смотри, что ли. Снова надо навратить. Так, два, три, четыре, четыре, пять, шесть. О, Валька. Алло, алло. Валька, да, слушаю. Слышь, ой, Валь, сегодня принесли. Мне почту надо разносить. Телеграм столько много. Не поняла. Телеграм, говорит. Ты аппарат, Альена. Что, опять тот старый одеваешь? Ну, давай, идем в немецкие смеси. Там такие хорошие аппараты. Да, слыхала, слыхала. Да нет, никак не могу разобрать. Что, денег не хватает? Ты поди еще специально его снимаешь аппарат, когда я тебе звоню-то. Да нет, говори. Слушай, слушай. Тут столько песен сегодня из-за границы пришли. О-о-о. А телеграм, телеграм, послушай, почитаю тебе. Давай. Кто-то у нас там в деревне на конце. Нет, это не в нашем краю. Где-то там в конце деревня. Телеграмма. Молодожены, видимо, женятся. Или уже поженились. Не пойму. Писано, смотри, телеграмма Виктору Юаня, что ли? Юаню, да, да, Юаню. А что там писано-то? Голос, щас я тожки протерла, чуть не пить. Кто-нибудь, я сюсь ясить, купить очки новые. Любите друг друга. О-о-о. Какая хорошая. Вот что надо пистили. Подписано постел. Ну, ладно. О-о-о. А здесь какая. Вот холера-то. И место пишет без свекровки, что коза без веревки. А, нет. Это соседке было описано. Ладно. Это потом. Это той, который Юанка-то выходит там за Витьку-то. А это соседка у них. Это про них было. Так. Не успели, Валька, пожениться, уже соборезнования шлют. Какой бесстыжие выражаем искренне соборезнования, дорогой Юанне. Кто? В связи... Иоанне, Иоанне, соборезнования шлют. А-а-а. В связи с потерей фамилии. А это, видимо, только жених. Ой, Валь, послушай, уходи в конь минуту. Поздравляю, будь счастлив. Прошу вернуть мне фотографию. Не угадай, кто пишет. Не угадаешь никогда. Не ванилаксик совет? Нет. Поздравляю, чтобы счастливый был, но фотографию, чтобы вернуть. Видно, фотографировался раньше с кем-то. Знаешь, Валька, теперь вот нашел хорошую девушку, у тебя карьера, вернул фотографию, что надо. Знаешь что? Забытая холостяцкая жизня. Вот так, Валька. Женись, потом куш, телеграмму, соблезну не сходи. Ой, а тут, Валь, совсем, знаешь, прям по-боге, так по-евангельски пишут. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Апостол Павел. Ой, хороший. Эту точно надо отнести им. Валь, ты слышишь меня? Слухай, слухай. Чтобы она вот уж опять опороснила. Нет, нет. А, слушай. А, слушай. Телеграмма. Просим изучить еще один язык. Бедные не успели пожениться. Один язык, да другой язык. Еще один язык учили. Говорят, там иностранцы-то поженились. Язык еще один надо учить. Не знаю, кому, правда. Язык семейных отношений. Институт иностранных языков. Вот, Валька, смотри, как заботится о нас о молодежи. Хотят, чтобы вы учили еще один язык. Слышишь меня? Слышу, слышу. Кто-то там пошел. Они грамотные. Что? Не, я не тебе говорю. Кто-то там пошел. Хоть пшаться под руку всякие. Ладно, отвлекай только нас с тобой. Числоть ей потом за телефон. Уметь любить, уметь прощать. Без подозрений доверять. Не забывать об уважении. Желаем вам не растерять по жизни этого умения. Все мы ваши совместительники. Хорошие телеграммы, Валька. Их надо отделить. Соболезнования отдельно. Паспортный стол отдельно. А такие добрые телеграммы-то отдельно. Ну, вообще, Валь, все хорошие. Надо все отнести. Жалко выграться. Буману-то тратим. Так, еще, Валь, есть. Еще одна. Две еще. Стой. Не торопишься? Иди уже пара коров дает. Нет, нет. Нет, там. Ну, слушай. Слушай. Телеграмма Виктору и Оанне. Это те иностранцы, которые там женятся. На конце деревни у нас. Поздравляю. Прибыть не могу. Буду через девять месяцев. Если Бог даст, и будет воля Его. Ой, ну это птичка прислала. Вот это, знаешь, длинная-длинная. Детей приносит там. А, и сушь, больно, знаете. Да, да, да. Ой, Валь, а тут вообще хорошая телеграмма. Ой, прям как Елей на душу. Телеграмма Виктору и Оанне. Желаем вам, что в жизни нужно, чем жизнь всегда-то хороша. Любви, здоровья, счастья, дружбы. И уж, конечно, чтоб спасена была душа. Христианин. Валька, ладно, заболталась, я с тобой надо нести. Тут он с вами кончится, а я никак не дойду. Давай, пока. Все, 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 все. Давай, все, все, все. А то никак не распрощаемся. Тут как возьмешь трубку и не можешь бросить. Ты не дозвонишь. Ой, здрасте, дорогие. Вам на телеграмму прислались? А, это тут соседи уладят. Ой, тут вам за границей письмо такое другое. Поздравляем вас. Это все вам, вам, вам. Все знают, что у Радуги ровно семь цветов. В музыке у нас тоже ровно семь ног. И Господь, наши дни недели у нас тоже состоят из семьи. Число семь, вот даже в слове семья мы тоже говорили сегодня. Но сегодня мы немножечко, так как Виктор Николаевич у нас преподавал у деток немножко гитару, он знает музыкальную грамоту, но придется и невесте помогать. Так что у нас раскепка для жениха и невесты. Вам нужно будет сейчас, Василий, вам нужно будет называть, значит, невеста называет по порядку гамму от нижней первой нотки до верхней, а жених называет гамму. Только нотку называете первую, Василиса на эту нотку читает там ответ. И так по порядку. Если она затрудняется, значит, жених нам будет помогать. Первая нотка, всегда с какой начинается гамма. Добродетельная жена, пенец для мужа своего. Ревнилая к огни в костях. Милосердие храни своего мужа, пощади. Фамилию носи мужа своего. Соль сыпь в суп, а не на рану. Ляжешь поздно, рано встанешь. Сиди дома, не бегай, жаловаться к маме. Значит, жених от верхней до, пошли. Добродетельный муж, глава жены своей. Си. Силу к жене не применяй, а с любовью поступай. Ля. Лямку хозяйств потяните вместе. Соль. Соль суп, а не на рану. Фа. Фальшивой любви избегайте. Ль. Мир в доме соблюдай, жену хозяйкой называй. Ре. Ремонт делай сам, сосед им поможет. Дорогие жених и невеста, будьте счастливы. Ну а теперь ваш номер, я радуюсь. Я радуюсь. Я радуюсь, что ты живешь на свете. 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 Я радуюсь. Я радуюсь, что ты живешь на свете. Я радуюсь, что ты живешь на свете. И свет ее в глазах у нас горит, Я радуюсь, что я нам могу молиться. Ясно видеть Родины, могу молиться, Ясно видеть Родины, могу молиться, Ясно видеть Родины, могу молиться, Я радуюсь, я радуюсь безменно, Я благодарен Богу моему, И верим мы, что церковь будет вечной, Ясно тебя на небе обниму, И верим мы, что церковь будет вечной, Ясно тебя на небе обниму. Ясно тебя на небе обниму, И верим мы, что церковь будет вечной, Если любите, сильнее любите, Каждый час, каждый миг, Каждым вздохом, каждым вздором своим, Каждый час, каждый миг любить спешите, Потому что это Божья благодать для вас. Я желаю крепкого здоровья, Желаю веры, счастья и любви, Желаю здоровья, Желаю радоваться и на жизнь по-доброму смотреть, Желаю, чтобы любовь горела в сердцах ваших, С которой можно всё стерпеть, И вообще живите так, чтобы не было печали, боли, тяжёлой грусти, И пусть мне с вами будет такая любовь, Которая понималась бы без слов. Уф, меня простите, бабушка. Спасибо. Так хорошо ничего. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот в пахаре, склонясь над плугом или высеивая рощ, не раз обмолваются друг с другом, но что поселишь, то пожнешь. Вот и в семье. Не жди не требуй от молодой жены того, чего не сели. Если хочешь хлеба, сначала вырасти его. И навсегда, мой друг, запомни, что изначально обьешь зерно. Зерно любви посеешь в доме, созреет голосом оно. Мы сегодня встали на одну работу. На семейной жизни славный путь Только не всегда на одном пути Роза роман и растут Жизнь прожить не более перейти Жизнь прожить небу переплыть Жизнь прожить уметь, прощать, любить Радосты и горицы вели Часто слезы потекут у вас из глаз Будет все казаться вам не так Но, друзья, сумейте все же собранить Маленький семейный ваш очаг Жизнь прожить не более перейти Жизнь прожить небу переплыть Жизнь прожить уметь, прощать, любить Радосты и горицы вели Чтобы счастье в жизни вам не потерять Должно научиться вам, друзья Не дарает друг друга замечать И с любовью все всегда прощать Жизнь прожить не более перейти Жизнь прожить небу переплыть Жизнь прожить уметь, прощать, любить Радосты и горицы вели Если будет с вами на пути Христос Радостни замедлит вам прийти Больше бы и будут среди рост И в связи вы сможете путить Жизнь прожить и море перейти Жизнь прожить небу переплыть Жизнь прожить уметь, прощать, любить Радосты и горицы вели Жизнь прожить небу переплыть Жизнь прожить небу переплыть Жизнь прожит всегда, при сном идти, Радостью его и телевизм. Ну а сейчас небольшие вам загадки, по словам Божьей. Когда возникнут между вами какие-либо споры, трения, все трудности преодолеть, поможет вам... Корм, терпение, терпение. А нас тогда не будет приниматься, если вы корм не будете отвечать. Вместе только, отвечаем вместе. Она способна горы двигать. Тот, кто ее имеет, может все. Возможно, ей невидимое видеть. Размером может быть горчичное зерно. И свадьбы вашей нет наглядней примера. Чтобы решиться на такое, нужна... Вера. Вера. Правильно. Случилось так, что всоривает. Закончилось терпение. Вот тут-то что ни говори, помирит вас Терпение уже было Прощение, конечно На этом празднике она царит Она все покрывает, долготерпит, верит Прощает, не завидует, не мстит Для жизни одинокой закрывает двери Стихи и песни посвящают ей вновь и вновь Вы угадали, кто она? Любовь Алёвая, молодцы В этот час, врачный час Поздравляем вас И любви, и особой любви Желаем мы для вас В этот час, врачный час Желаем мы для вас Дружно жить, Христа любви Мне всегда пронить О, любовь, о, любовь бесконечная О, любовь, пусть для вас будет вечная О, любовь, Бог любовь даровал для вас О, любовь, о, любовь, чувство нежное В этот торжественный час Все поздравляем вас в радости духа Я же хочу вам на память сказать Любите, любите друг друга О, любовь, о, любовь, чувство нежное В этот час, веселый час Смотрим мы на вас И вся наша молодежь Поздравляет вас Как красиво и нежно Врачная чета Вместе с вами радостные Все ваши друзья О, любовь, о, любовь бесконечная О, любовь, пусть для вас будет вечная О, любовь, Бог любовь даровал для вас О, любовь, о, любовь Чувство нежное В любви все возможно И возраст, и расстояние О, любовь, о, любовь И любовь, это счастье Которому нет окончания О, любовь, Бог любовь даровал для вас О, любовь, о, любовь Чувство нежное О, любовь, о, любовь О, любовь, о, любовь Сценка называется «Дрозды и скворцы» Однажды теплым весенним днем Боя влюбленных сидели в парке на лавочке И любовали их друг друга Как вдруг они услышали щепетание птиц Милый, послушай, где-то поют скворцы Замечательно поют Только это не скворцы, а дрозды Ну какие же это дрозды Ты прислушайся внимательно Это скворцы Да нет, дорогая Я точно знаю, это самые настоящие дрозды Дрозды так не поют Так скворцы поют Вот прям чувствую, что где-то Вот тут, посмотри на ветках Должны сидеть скворцы Ну хорошо, если ты хочешь Пусть это будут скворцы Но я точно знаю, что это дрозды Пришлось согласиться Да и кто бы на его месте поступил иначе Тут они посмотрели друг на друга И забыли и про дроздок, и про скворцов И про все на свете Вскоре состоялась свадьба Весь год наши молодые жили мирно и счастливо И вот нас купила годовщина свадьбы Ой, уже целый год мы вместе Мне кажется, сегодня он еще какой-то приготовил мне подарок Дорогая, ты помнишь? Когда-то мы слушали с тобой в парке дроздов Так вот, я решил тебе их подарить Скворцы! Это же настоящие скворцы! Да не скворцы, а дрозды! Ну посмотри, послушай, это же скворцы Настоящие, я же их знаю Но я же покупал дроздов Ой, покупал ты дроздов, а подарил скворцов Тебя обманули, там, наверное, не то продали Ну, посмотри, и перышки, и глазки Ну, это скворцы натуральные Дрозды! Скворцы, я знаю, как выглядят скворцы Дрозды! Да я все детство слушала на речке, как скворцы поют Дрозды! Ну, если дрозды забирать, то есть дроздов Это скворцы! Ну вот, из-за каких-то дроздов Праздника не получилось Каждый остался при своем мнении На следующий день они помирились И опять зажили душа в душу Но вот беда Как только наступает их день свадьбы Они опять вспоминают дроздов и скворцов И опять ссорятся Ну вот, мы уже два года вместе А помнишь, как год назад на этом самом месте Мы поссорились с тобой из-за какой-то глупости Да помню, помню, из-за твоих скворцов, которые ты мне подарил Да-да, из-за дроздов Глупые, правда? Да глупые из-за каких-то скворцов Да нет, это были дрозды Ну, если бы это дрозды А то из-за скворцов Да это свое, это были дрозды Скворцы! Дрозды! Они опять поссорились А потом опять помирились И так каждый год Все 364 дня в году живут мирно и счастливо А в день своей свадьбы обязательно поссорятся А время идет У нее уже появились морщинки на лице А его виски посеребрило седяною Не вини так быстро, да! Дай руку! Уже перепрыгну Ой, это тот самый парк Конечно, помню Тут еще пилейки, дра... Птички! Что? Что? Птички! Да слышу я, что кричишь там Я помню, пели... Сква... Птички, точно Птички пели Птички, птички Птички, птички Вот так, наконец Они смогли прийти К общему решению И научились поступать Друг 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 Одинall Прекитесь на минутку, рифмы вам всерьез и в шутку. Мы поведаем сейчас наш завет и наш наказ. Вы, друзья, вступили в брак. Вместе жить должны вы так, чтобы потом могли сказать, все сначала бы начать. А для этого невеста уж послушай для совета. От тебя зависит тут, в семье прочность и уютность. Будь женой-дипломатом, милой и душой богатой, жизнерадостной и строгой, чуть-чуть единственной немного. Нык-нык-нык никогда весела быть и нежна, мужа ты беречь должна. Ты, жених, мотай на ус и взвалив на плечи груз, помогай крепить невесте брачный ваш святой союз. Про жену не забывай и в хозяйстве помогай. И еще вдобавок надо петь невесте серенады. Женушка, люби свекровь, больше ей в ночь отготовь. Муж, ты тещу почитай, на брюны к ней приезжай. Вы запомните, однако, не всегда бывает вкладка, все на жизненном пути. Жизнь не поле перейти. Многое здесь от вас зависит. Нужно ссор не замечать. От обиды малой дозы будут в юге до морозы. Вы в период холодок не бросайте полки слов. С годами брак ваш пусть будет краше, И жизнь пусть будет полной чашей. И лет желаем через двадцать в любви вам снова объясняться. Пусть цветет семейный кровь, мир вам, счастье и любовь. Целка называется Марфа и Настя. Марфа, верно, ты поглядь. Пусть с тобой на браку паит. Сама вижу, не сляпая. Радость здесь садить какая. Молодые, хорошие. Сейчас мы их на селу с тобой поздравимой души. Мои-то, молодые, мы поздравления любили. Ох, любила моя, понял, что боялись у меня. Жили с хвеней, ну, достаточно. Верно, верно, жить, так сладко успевать, золи. Наташа, Юра, Света, Миша, Саша. Всем ведь хочется подарков. Одному кубе морфия, а другому лицо бед. Не говори, моя Марфуша, самой досталось их спяток. Их одевай, и хубубай приобретай. Пять пар носок, пять шубенок, пять плащей. Ох, сколько нужно им вещей. Молодым мы пожелаем только счастья в их семье. Да им больше ими деток по куличесу, но и нет. А невеста какова? Прям фук роза расстряла. А жене, вставляя, сидит на невестах все придет. И на нас сидит тоже. Когда мы, когда мы пошли. Мой-то Федор, дорогой, как по ласке с львя сной. Девочки мои в восторге. Не на стык, пронзор. Ну а мой Дмитро Хоу подарил мистер Хоу. Поговорил, что мы носи, только больше не проси. Убирала я нос. Мак, ну, кем-то? О-о-о! Противил мне, и сказала, что столик я-то не хватал. Да, Марфуша, это так. Только знаешь, мой чудак. Что он мне цветок дарил? Но меня-то все ж любил. Меня пташкой называл. Говорил, буду любить. На руках буду носить. Убедно все, когда мы жили. Мало нам тогда дарили. Молодец, купил другая. Посмотри на лица их. Звезды, брат, не смелаете. Паука не служит. Молодежь-то какова? Что по ступке, что дела? Помню, раньше дочка Сонька. Можно льду, можно льду. А теперь-то каково? Нужно яду, нужно-то. О, комок же над ком надевается битком. По-другому сейчас живут. Ну да ладно, заболтались мы тут. Молодым я пожелаю, будьте вы любитами. Прославляйте Иисуса от души с молитвой. Мы хотим выдать паспорта на мужа и жену. Значит, зачитаю паспорт на мужа. Потом раскишетесь там. Муж, Виктор, универсальный отечественного производства, изготовлен фирмой Потеряевка Люц. В комплект входит, собственно, муж одна штука, упаковка одна штука, зарплата х рублей в месяц. Набор мыслей возвышенный. Предназначается для употребления пищи, для колки дров, для интеллектуального сидения за компьютером. Можно применять в качестве газонокосилки и других инструментов. Технические данные. Вес легкоатлетический, габариты, позволяющие пройти в любую дверь, рост под каблук не поместится, грузоподъемность максимальная 5 сумок на одну руку, минимальная вес жены, которую с сегодняшнего дня везут на сей на руках. Примечание. Обмену не подлежит, запасных частей нет. Чтобы хорошо функционировал, нужно хорошо кормить. Правила эксплуатации. Не включать сеть переменных настроений, не перегревать и не доводить до кипения, самое главное, да? Беречь мозг от напудривания, содержать чистоте и простоте. Гарантия. При правильной эксплуатации сохраняется в течение длительного времени. Паспорт выдан свадебным комитетом в цель предоставления жене в случае неправильной эксплуатации. Согласие жены с данными условиями обязательно ознакомлено. Ну и ваша подпись, пожалуйста. Чтобы потом претензий никаких нам. Вот здесь, пожалуйста. Ручка. Все, можете я оставить себе, хомочку мне. И сейчас другой паспорт. Так, у меня паспорт жены. Жена Иоанна, милая, скромная, зарубежного производства. Готовина фирмы «Париж Пиплз». В комплект входит собственная жена – одна штука, кольцо бручальное – одна штука, наряд свадебный – одна штука. Мечта о счастливой жизни – одна на двоих. Предназначается созданной фирмой «Париж Пиплз» для уюта семье, для ведения семейного бюджета и его правильного использования, для экспериментального приготовления пищи, для успешного выполнения следующих задач в помощи в проповеди Евангелия, принятие гостей, рождении и воспитании детей, вышивке крестиков и так далее. Технические данные – вес, достойный для ношения на руках мужа, рост модельный, габариты – те, что надо, свет глаз небесный, цвет волос зависит от платка, источник питания – зарплата мужа. Примечание – беречь запасных частей нет, не ржавеет и не пилит. Правила эксплуатации – не эксплуатировать, ограниченное использование в домашней работе, требует внимательного обращения, не будить, не изменять, не обижать, для продления срока годности каждое лето проводить профилактику на соленом озере. Гарантия при правильной эксплуатации сохраняется в течение длительного времени. Паспорт выдан свадебным комитетом с целью предоставления мужу в случае неправильной эксплуатации. Согласие мужа с данными условиями обязательны. Паспорт себе, ручку нам. Ну теперь у нас поздравления. Сегодня много уже что-то говорили. Мы приводили места из Писания. Апостол Павел сказал, «А мне вас жаль». «Витя, Витя, что ты сделал?» На самом деле, «Ах, Виктор…» «Ай да, Виктор молодец, что женился наконец». Так что все хорошо, Виктор молодец. Теперь у тебя есть огромный плюс. Теперь ты можешь поспать там до полвосьмого. Жанна все сделает. Значит, мы зачитаем стихотворение. Гавриил Романович Державин. Это переложение 127-го псалма. «Счастливое семейство» называется. «Блажен, кто Господа боится, и по путям его идет. Своим достатком насладится и в благоденстве поживет. В дому его нет ссор, разврата, но мир, покой и тишина. Как маслина плодом богата, красой и нравами жена. Как розы, кисти винограда румянцем веселят своим его благосложенный чадо, так милый в круг трапезы с ним. Так счастлив, так благополучен и так блажен тот человек, кто с честью, правдой не разлучен и в Божьем страхе ввел свой век. Благословятся от Сиона, благая снидут всяк тому, кто слез виновником Эстона, всей жизни не был никому. Кто не вредит и не обидит, и зло мне воздает на зло, сыны сынов своих увидит, и в жизни всякое добро. Мир в жизни сей, и мир в днеоны, в обители избранных душ, тебе чувствительный, незлобный, благочестивый, добрый муж. От всего сердца наша семья, мы дарим самый нужный подарок, здесь уже как это, ну, из опыта. Отдыхать надо. Только добрался и спать давайте. С Богом. Ну, многое лето. Спасибо. Поехали. Как этот день особенный, прекрасный, пусть будет ваша жизнь такой красивой, чтоб друг другу вы дарили радость и год от года становились все счастливее. Чтобы любой минутой дорожили, ценили каждый новый день вдвоем. Тепло и нежно, искренне любили и ближе становились с каждым днем. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Брат Виктор, муж возлюбленный, запомни, не будь в своих желаниях жесток, любовь, как тэха, и по всем законам должна иметь источник и истоф. Любовь очаг, когда в ней пышет пламя, она щедра, распахнута, тепла. Ты обеспечь очагом, и дровами. Потом может ли быть светом и теплом. Пусть брачный день на много лет положит радости начало, и чтоб любовь не обрешала, но в небо проложила след. Желаем вам любить, не ставя никаких условий, и нежность вашу словно розу в стихи их мира сохранить. Господь наш, милость наша, радость, все в этом мире от Тебя, продли любви небесной сладости, в святую вечность их введя. Дай вам Бог силы прощать друг друга и забывать прежние обиды. От всей души желаем вам, друзья, всего хорошего, но все хорошее, друзья, дается нам недешево. Многое вам лето! Многое вам лето! Многое вам лето! ПЕСНЯ 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 И ноль, жена, как говорят. Но от того, как встанут в ряд две цифры, все очень может измениться. Когда женой приходит в дом невеста с тактом и догадкой, она замужем с такт нулем, мужчина делает десяткой. Супруга делает десяткой. А глупая жена пред мужем с нулем становится вперед. И счет идет наоборот. И результат, конечно, ходит. А говорю я для того, чтобы с мудростью жена с супругом жизнь деля, пила его к высоким числам, а не сводила до нуля. Ну и вот от Женина мама тоже желает вас поздравить. Пусть все слова для вас звучат сегодня музыкой. В этот день соединились ваши судьбы и сердца. Ярче солнца заискрились обручальные два кольца. Счастья вам, любви, здоровья, процветания и добра. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас Роман поздравит и давайте сделаем небольшой перерыв Я думаю, зал пока не разбирать месяца полтора, что пускай так будет все Может после такой рекламы кто-нибудь надумает еще, чтобы... До первого сентября не надо убирать, может кто-нибудь еще надумает Там богатый жених приехал Дорогой Виктор, брат И сестра Я помню, когда у меня была свадьба Песни пели, и стихи Но помню только одно Когда батюшка встал и сказал слово Что нужно и дороже всего это Берегите, создавайте домашнюю церковь Еще помню, брат стих рассказал Больше ничего не помню Быть может у тебя тоже все это пролетит Чьи-то слова будешь помнить Чьи-то нет Поздравление, ой, приглашение твое Мы получили, вот вы до нас ходили Ну буквально за пять дней Я человек приезжий Ну что можно сделать за пять дней? Ну пришлось крутиться и брат Макате ночью не спать Я так подумал Пусть это будет украшением вашего дома И конечно, я надеюсь, что будут и дети у вас И это украсит Вашу детскую комнату Вот такая слоновая кость Много лета А теперь много лета Мы бы хотели спеть по хлюкам Вот, братья можно? Да, да Здравствуйте Многое лето Многое лето Многое лето Здорово Перерыв? Да Минут 10-15 Субтитры сделал DimaTorzok